О противостоянии Роскомнадзора и мессенджера Телеграм под руководством Павла Дурова на этой неделе высказывались многие. Но я хочу обратить внимание на слова лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Он заявил следующее. «Создатели Телеграм и представители российской власти говорят на одном языке. Договориться можно было, и диалог возможен даже сейчас после решения суда. Призываю все заинтересованные стороны проявить профессионализм и ответственность и договориться, наконец, о взаимодействии», — сказал Миронов. Он затронул важную тему — язык, на котором говорят стороны, точнее, языки. Проблема-то как раз в том, что российские чиновники Павел Дуров говорят совсем не на одном языке. И увидеть эту разницу очень важно, чтобы понять не только эту конкретную ситуацию, но и вообще многое из того, что происходит сейчас в России. Еще до того, как Телеграм начали блокировать, у руководителя Роскомнадзора спросили, когда начнется блокировка. А он на это ответил. Представляете, идут боевые действия, и вы говорите, «А вы когда атаку начнете?» «Ну, в ближайшее время». «Когда нападу?» «Не скажу». А потом, когда попытки заблокировать Телеграм уже вовсю предпринимались, добавил, «Идет борьба снаряда и брони. Мы выявляем IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокируем их». Все метафоры, которые использует чиновник в своих заявлениях, — военные. Он дает понять, перед ним стоит не техническая задача, а боевая. Он на войне и ведет огонь по противнику. Власть — это снаряд, а дура в броня, которая пока снаряду не поддается. А боевые действия, судя по тому, какие ресурсы в итоге оказались недоступны, ведутся не против какого-то одного врага, а против населения. Эти военные метафоры еще ярче высвечивают характер отношений между людьми и чиновниками в России. Военная риторика вообще стала одной из главных, если не самой главной в языке российской политики. Мы уже рассказывали о том, как в метафору войны превратилась Олимпиада. Теперь боевые действия затрагивают новые территории. Основным становится язык силы, агрессии. Неслучайно поэт Лев Рубинштейн предложил переименовать Роскомнадзор в Гопстопнадзор. Неудивительно, что такие снаряды никак не могут пробить броню. Представители российской власти говорят на одном языке, а бизнесмен Павел Дуров совсем на другом. «Язык Дурова – это, во-первых, язык не прошлого, а будущего. Не снаряды, а биткоин-гранты. В рамках цифрового сопротивления, децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса, я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам прокси и VPN, написал Дуров в своем аккаунте в соцсети ВКонтакте. Во-вторых, это язык свободы. Конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха и жадности», – сказал Дуров. В-третьих, это язык, которому свойственны юмор и ирония. «Направляю вам ключи, две штуки, от кросс-платформенного мессенджера Телеграм со своими наилучшими пожеланиями». Написал он и приложил к заявлению обычные металлические ключи. Наконец, в-четвертых, язык Дурова – это язык не лицемерного, пользуясь Телеграмом, но сделаю вид, что так ему и надо, а подлинного патриотизма. Дуров предупреждает, национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к России площадки в контролируемые США ватсап и фейсбук. Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко предрек Телеграму судьбу угасающей звезды. Но угасает пока вовсе не Телеграм. В соцсетях появилось множество пародий на эту борьбу. К примеру, волк из «Ну погоди», который хочет разбить воблу, а в итоге громит все вокруг, а вобла остается целой. А у идиома, как слон в посудной лавке, благодаря действиям Роскомнадзора, наконец появился яркий визуальный образ. Сокращенно, этот мессенджер часто называют «Телегой», но на самом деле это слово совсем не про него, а про тех, кто все еще едет в старой скрипящей телеге, отставая от прогресса на много лет.